доброе утро сегодня я расскажу вам на чайно-гибридных розах на примере их как подготовить розу к зимовке вообще этим мы занимаемся где-то с сентября месяца то есть прекращаем подкормки прекращаем яркое сильное опрыскивание и полив как только сходит жара мы тут же начинаем поливать умеренно и давать возможность розе уже по чуть-чуть отходить к отдыху не спешите укрывать розу обрезку также я не советую делать это только на ветвистых розах которые очень обильные и их можно повредить ветром или сугробами снега чайно-гибридная роза не является такой большой поэтому ее можно обрезать и я настаиваю на этом весной чтобы обрезка не послужила возникновению гниения каких-то грибковых и болезнетворных образований как только пойдет температура на обыль в ночное время это 24 градуса тепла мы можем делать небольшую насыпь у молодых побегов молодая один-два-три года розе ее надо активно укрывать а те которые постарше их мульчируют и слегка укрывают если это какие-то гибридные сорта или южные присыпаем шейн шейку корневую до 35 сантиметров просто землей но землю берем не с лунки и не возле ряда а приносим так как мы можем если берем с этого участка можем повредить просто корневую систему как только начинает минус ударять и температура где-то с неделю держится минус 2 минус 4 мы в это время уже утепляем либо лапником то есть хвою срезаем или если она у нас есть подготовленная уже мы запаслись ее либо же настил в лесу хвой нам можно собрать и вот этим настилом мы просыпаем хорошо и утепляем и шейку корневую и вокруг самого корня иногда вьющиеся розы имеют большие побеги и ветки огромные мы берем и пришпиливаем их земле это либо проволоку сгибаем и делаем вот как бы скобы такие земли и потом уже укрываем и само растение настилом или лапником почему мы не утепляем пленкой потому что она должна все-таки дышать пленкой мы накрываем только тогда когда мы видим что он очень много снега и растение нужно накрыть для того чтобы она не сломалась для этого мы можем делать даже арочку накрывать агроволокном или настилом хвойным и немножко слегка прикрывать пленкой сегодня я вам рассказала как готовят розу к зимовке ознакомила как эту красавицу сохранить весне чтобы весной и летом она нас радовала своим обильным ярким цветением всего доброго